Опрос от Сбербанка показал, что граждане России стали меньше относить себя к среднему классу. В 2014 году граждан, которые идентифицировали себя таким образом, было 60%, в 2018 их стало 47%. Вместе с этим увеличилось количество россиян, которые считают, что их доходы ниже среднего уровня. В 2014 году их было 35%, через 4 года стало 48%. И, конечно, это не чисто статистические данные, но они дают явное представление, как себя чувствует общество. И общество России чувствует себя всё хуже и хуже. Схожие процессы ранее наблюдались, кстати, и во Франции с её жёлтыми жилетами, напоминает социолог-публицист Борис Кагарлицкий. Он поделился своим мнением об этом с накануня ТВ. Они отражают самоощущения людей. И надо сказать, что как раз в действительности-то они завышают количество среднего класса, потому что любой человек скорее себя оценит статусно выше, чем есть на самом деле, чем ниже. Поэтому, когда, опять-таки, по самооценке люди начинают себя причислять уже не к среднему классу, а к более низким общественным слоям, то это действует в том, что они пережили, в общем-то, достаточно серьёзную социальную травму. Такие вещи люди делают не от хорошего ощущения. А такое самоощущение известно от чего происходит. От повышения тарифов, например, или от введения налогов. Ну или от пенсионного ограбления, как вариант. В итоге это приводит к тому, что как таковой средний класс исчезает, и это сильно бьёт по народу. Когда у людей упали зарплаты, они начали экономить. А через какое-то время они подходят к тому рубежу, когда по некоторым позициям экономить больше уже невозможно, поскольку просто-напросто нужно какие-то вещи покупать по причине физического износа. И одновременно это происходит большими массами людей. Они начинают вдруг резко покупать. В этот момент какие-нибудь статистики или экономики говорят, ну вот видите, ситуация выправляется, стали больше покупать. На самом деле это просто такой всплеск отчаяния. И подобный всплеск отчаяния был во Франции с её жёлтыми жилетами. Власти говорят, вы что, хотите как во Франции? И сами, по сути, ведут именно к этому. У общества социальная травма. Всё больше народу понимает, что как раньше уже не будет, говорит Борис Когорлицкий. Вот представьте, у вас резко упали доходы, но у вас есть необходимые вам жизненные условия. Что вы делаете? Вы продолжаете жить в надежде на то, что за 2-3 года ситуация исправится. Вы либо найдёте новую работу, либо вам снова начнут больше платить, либо вообще как-то всё пойдёт на лад. И вы, переседев вот этот тяжёлый период, его как-то уже преодолеете и пойдёте снова жить по-старому. А через 4-5 лет обнаружится, что никакого по-старому уже не будет. И в этот момент наступает действительно осознание того, что ситуация изменилась необратимо и изменилась в худшую сторону. Поэтому понятно, опять-таки, что люди начинают подмущаться, негодовать. И тут это всё связано зачастую с, скажем, зачерпанием пресловутого крымского эффекта и так далее. Возникает травма, которую мы потом видим в том числе в основании жёлтых жилетов. И я думаю, что мы сейчас открываем все очень похожие тенденции. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». «Экспертное мнение» и «Экспертное мнение» какие-то донесили. «Экспертное мнение» и «Экспертное мнение»